Девушки отдыхают Час и в настоящих врагов человека Об этом мы поговорим сегодня С известными хирургами Врачебной династии Масловых Смотрите в нашей программе Картина маслом, как обычная татуировка Может скрывать опасную родинку И чем это грозит Какие родинки нужно непременно удалять у врача-хирурга И чем они опасны Ненужная самодеятельность Почему родинки нельзя удалять дома самостоятельно Все о здоровье Программа «Предупреждение» для вас Что такое родимые пятна Которые растут вместе с человеком Что с ними делать И всегда ли есть опасность их перерождения В злокачественную родинку Родимые пятна Это народное название образований Это тоже своего рода Невусы бывают Гемангиомы Вот И они, как правило, плоские Медленно растут И процессы злокачисления Это исключение из правил Бывают очень и очень редко То есть, скажем, за 50 лет Это один-два случая Поэтому родимые пятна Это гемангиомы чаще всего Либо Невус Бекера Либо Невус Кофейное молоко Это не страшное образование Наблюдать за ними не следует Опасаться Что они переродятся Тоже нет Так что можно жить спокойно Владимир Евгеньевич А если это пятно находится на голове И подвергается влиянию расчески, например Ну Любое новообразование Где бы оно ни находилось Нежелательно травмировать Нежелательно Если травма происходит Тогда Правильнее Удалить это образование Что такое меланома? И есть ли шанс у человека выздороветь Если поставили такой диагноз? Меланома Это довольно актуальная проблема На сегодняшний день Во всем мире И меланома Это злокачественная опухоль Из меланоцитарных клеток Меланома может развиваться Как не на измененной коже То есть появилась сразу Без предшественников каких-то Но в большинстве случаев Это, наверное, две трети случаев Меланоме предшествует неос Что такое неос? Это, ну, в простонародье Это родинки наши То есть это опухоли Из невоидных клеток Где много меланина Вот Неосы тоже бывают разными Есть высокого онкологического риска Есть низкого, среднего Вот И большинство неосов Которые Имеют люди Это так называемые Меланоцитарные неосы Простые Меланоцитарные неосы Маленькие Плоские Четкие Кругленькие Да, у таких онкологический риск Низкий А есть такие Как диспластический неос Они обычно крупные И Могут как выступать Так и быть плоскими Имеют чаще всего Несколько оттенков цвета Такие неосы С повышенным онкологическим риском И за такими Либо нужно тщательно наблюдать Посещать онколога С периодичностью В полгода Или в год Ну Обычно это в зависимости От количества неосов Люди с большим количеством неосов Чаще посещают И Обязательно Такие люди Которые имеют Большое количество неосов Должны Проводить самодиагностику Как правило Несколько вариантов Ну Два, три или четыре Варианта неосов Морфологических вариантов То есть это то Что специалистам интересно И вот человек знает о них И они все похожи Друг на друга Если какой-то из них Начинает как-то меняться Есть ряд признаков По которым можно Заподозрить какую-то активность Как правило Это рост Родинки Изменение контуров То есть если они становятся Неровными Родинки Как правило Доброкачественные Симметричные При злокачественном процессе Может появиться Асимметрия Шелушение Зуд Появление Изъязвлений Это вот Или Изменение цвета Чаще всего В сторону Темного цвета Хотя бывают И беспигментные Меланомы Вот Все это должно Настораживать И это повод Обратиться к специалисту К узким специалистам Кто занимается Именно вот Новообразованиями кожи Есть еще признак Гадкого утенка То есть вот я сказал О том что Два-три Вида в основном Невусов У каждого из нас И если на коже Появляется Что-то сильно Отличающееся То это тоже Повод сразу Обратиться Исключить Возможный Злокачественный Процесс Меланомы Тоже бывают Разными Есть поверхностно Распространяющийся Тип Есть узловая Меланома Лентига Меланома Ну и так далее Тому подобное И в зависимости От этих типов И прогноз Может быть разным Какие-то более Длительные Время существуют И самое страшное Что это Запущенные стадии Когда уже Метастазы Рассыпаются Ну сначала В региональные Лимфоузлы А дальше уже И внутренние органы И вот этот Промежуток Времени От Малигнизации Родинки До того Как рассыпятся Метастазы И будут уже Жизнеугрожающие Последствия Вот он разный Скажем Поверхностно Распространяющийся Меланома От 1 до 8 Лет этот процесс До малигнизации Лентига Меланома И до 20 лет Может существовать И только потом Что-то такое Будет А вот узловая Меланома И меланомы Которые появляются На неизмененной коже То есть Заново Те имеют более Агрессивное течение И вот как правило Выделяют две фазы Есть горизонтальный рост И есть вертикальный рост Вот горизонтальный рост Да он может продолжаться Длительное время Но как только вертикальный рост Пошел То есть Вглубь тканей То тут уже Прогноз хуже И вот узловые меланомы И вновь появившиеся На измененных Они более опасны Суть удаления Родинок С различными рисками И почему Родинки Перерождаются Чаще всего Ну Два внешних фактора Первый Это ультрафиолетовое Облучение Избыточное И Второй Это механическая травма То есть Каждый раз Повреждая родинку Или каждый раз Обгорая на солнце Неизвестно Как себя поведет Нелос То есть Может это происходить И ничего не случится Человек проживет 120 лет Как запрограммировано Ничего страшного А может и переродиться И вот Чем чаще происходит Травма Ультрафиолетом Или механическая Тем выше риски Что рано или поздно Может что-то появиться Поэтому Если вы обнаруживаете У себя такие родинки В местах Постоянного трения Или куда тянутся руки Почесать Содрать Или хочется вам Ее перевязать И удалить С такой родинкой Нужно обратиться К специалисту Для решения Об объеме Операции То есть Есть такие У которых уже Подозрительные признаки Тогда Это все решается Оперативно Хирургическим способом Либо в амбулаторных условиях Либо уже в условиях Стационара Вот все зависит От того С чем человек уже придет Плохие прогнозы Бывают тогда Когда приходят На запущенных стадиях Это третья Четвертая стадия Меланомы кожи Когда уже Вот этот Инвазивный рост Идет вертикальным И Результаты Лечения Или скажем Исходы лечения И прогнозы На жизнь Они Хуже И вот Главная задача Это как раз Выявлять Потенциально опасные Неосы И на ранних стадиях Вот этот процесс Малигнизации Если На ранних стадиях Провести лечение То прогноз Для жизни Благоприятный Что вас привело К нам? Ну вот Родинка Угу Как? Ударитель нельзя Как бы Понятно Как давно На вас? Лет пять Лет пять За последние Две-три недели Увеличилось Нет В одном И той же паре Тех же размеров Того же цвета Не кровит Не болит Зуда нет Ничего нет Сами не удаляли Нет Ничего не делали Не травмировали Нет Загорать любите Ну а как же Вижу Вижу Чёрный Красивый Так Смотрим Новообразование На тонком основании Цвет Однородный Ну Мягкой консистенции Подвижно С окружающими тканями Не спаяно Доброкачественное Новообразование Поздравляю Вы пришли вовремя Очень хорошо Вот этот пациент Пришёл очень вовремя Потому что Его новообразование Очень и очень опасное И вероятность Его озлакочисления Высокая Потому что Оно расположено В месте Те подвержены Хронической травме И острой травме Воздействию солнца Мытьё головы Каждый день Каждый час Каждую минуту Человек Травмировал Это образование И вероятность Его озлакочисления Ну Случиться могла В любой момент На сегодняшний день Всё Слава Богу Хорошо Вы пришли вовремя Вот как раз Пример Родинки Которую Абсолютно На 100% Надо удалить Потому что Она возвышается Над поверхностью кожи Тёмно-коричневого цвета Двухцветная Немножко Вот видны Следы Её повреждения Было повреждение Было повреждение Ну Слава Богу Всё обошлось На сегодняшний день Здесь нет ни одного Признака Злакочисления Поэтому Это самое время Её удалить Если мы удаляем Доброкачественное Новообразование 100% Исход Доброкачественный Но не всегда Так бывает Иногда приходят Да и не иногда Достаточно часто Люди Уже С признаками Злакочисления И тогда Конечно Не замораживаем И долго Мы не смотрим А таких людей Направляем В онкодиспансер Потому что Им надо Иссечь Это образование Сделать Гистологию Ну и дальше Как-то там Будет общее Лечение Назначено Но Лучше всего Родинки Не оставлять На теле Родинки Надо удалять До того Как появятся Признаки Злакочисления Почему Я уже сказал Что удаление Доброкачественной Родинки Всегда Заканчивается Доброкачественной Какие же Родинки Надо удалять Этот вопрос Часто нам Задают пациенты Мы отвечаем Что родинки Которые Возвышаются Над поверхностью Кожи И расположены В местах Подверженных Хронической Или острой травме Подлежат удалению В первую очередь Но Вот практика Показала Что нет Того места На теле Где бы Родинка Не травмировалась Где бы Она не была Она подвергается Травме Либо это Мочалка Полотенце Солнце Одежда Бюстгальтер Очень часто Это просто Беда для женщин Вот В бане Все Везде Родинка Травмируется Поэтому Уповать на то Что Вот до сегодняшнего дня Уже 20 лет Все нормально И будет так дальше Нормально Нельзя Родинка В конце концов Может излакочиститься И тогда уже Лечение Ну Будет поздновато Мягко говоря Сейчас мы посмотрим Это образование Сначала лупой Все прекрасно Видно Хорошо И есть у нас Еще один приборчик Драматоскоп Который Умеличивает В 10 раз Образование И просвечивает Это образование На глубину 10 миллиметров Практически Вот Исследование Родинки Драматоскопом Равно Гистологическому Исследованию Ну вот Пигментный Невус С четкими Контурами Равномерно Распределен Пигмент Признаков Воспаления Нет В центре Растет волос Это хорошо Родинка Доброкачественная Поэтому мы Пациенту Предлагаем Ее Сейчас же Заморозить Александр Владимирович Скажите пожалуйста Эта процедура Для пациента Безболезненна? Процедура Практически Безболезненна Ощущается Небольшое Пощипывание Больно? Пощипываю Обезболивание Требуется? Нет Нет Не требуется Обезболивание Все это терпимо На следующий день Сформируется Отек Валдырь Пузырь Красноватого Желтоватого Цвета И в течение Недели Этот Валдырь Пузырь После отморожения Будет усыхать Засыхать А вот И в итоге Выжидаем Три недели Через три недели Формируется Процесс Заживления Родиночка Окончательно Усыхает И корочка Которая здесь Образуется Она отпадает Безболезненно Безболезненно Размер Во все стороны По диаметру Второй Цвет Ее Должен быть У нормальной Родинки Равномерно Распределен Одноцветная Третья Она медленно Растет В течение Там Нескольких Лет Небольших Размеров Хотя Вот это Правило Д Ну Не очень Не очень Верное Потому что Не больше Больше Шести миллиметров Понятно Это не очень Хорошо Но и меньше Шести миллиметров Родинка Может быть Злокачественной Может Озлокачествиться Большого значения Не имеет Диаметра Колор Цвет Родинки Я уже сказал Что он Равномерно Распределен И еще Имеет значение Интенсивно Окрашенная Родинка То есть Чем ближе Она к черному Цвету Тем опаснее Последнее Это Ее Эволюция Родинки То есть Вот она Была Одного Вида Много Лет И потом Вдруг Изменилась Появились Нечеткие Контуры Появилась Двухцветность Разноцветность Родинки Стало Быстро Увеличиваться В размерах Это признаки Ее злопочистления А какие факторы Влияют на Озлопочистление Родинки Факторы Эти Известны Первый Прежде всего Это травма Независимо от того Острая Хроническая Второй признак Это Инсоляция Интенсивное Загорание Вызывает Ожог Невусов И Ультрафиолетовые Лучи Которые Проникают Внутрь Наших клеток Тоже Часто Вызывают Перерождение А на Третьем Месте Это Гормональные Изменения Иногда Бывает У беременных Озлопочистление Родинка Все ли Родинки Которые Вызывают Опасения У хирургов Могут Озлопочистляться Любая Родинка Может Озлопочиститься Даже Самая Безобидная И свет Светлого Цвета И небольших Размеров И расположенная В месте Где она Не травмируется Озлопочиститься Может Поэтому Гадать Не следует С какой Родинкой Жить А какой Удалить Избавиться Надо От родинок И как Можно Раньше Татуировки Насколько Это опасно А также Депиляция Люди Прибегают Иногда Да В последние Годы Очень много Молодых Людей Приходят Из тату Салонов И вот Проконсультироваться Что у меня Родинка Я сделал Татуировку И вот Она Воспалилась Что С ней Произошло Часто Бывает И тогда Когда Мастер Татуировки Не обходит Родинку А Производит Свою процедуру По ткани Родинки Это Нехорошо Это травма Родинки Которая Которая Тоже Может Вызвать Озлокочистление Депиляция Она Там Нескольких Видов Бывает Когда Убирают Волосы С помощью Воска Срывают Слой Воска Нанесенный Тоже Происходит Повреждение Через Вырывание Волосков То есть Вырывать волос Это тоже Травма Для родинки Это нельзя Делать Это опасно А когда Волосы Удаляют С помощью Бритвы Тогда Это Очень Грубая Прямая Травма Это часто Бывает Срезают Родинку И Это чаще Всего Бывает На ногах На голени На передней Поверхности И На голени Часто Бывает Меланома Причем На голени Меланома Одна из Самых Злокачественных Протекает Очень Быстро И Агрессивно Красные Родинки Нужно Лих Удалять И Не опасно Красные Родинки Называются Гемангиомы Это Сосудистые Образования И Они Также Не опасны В плане Перерождения В меланому Но Они Не терпят Травмы После Травмы Возникает Значительное Кровотечение Длительное Кровотечение И Часто Гемангиомы Не Заживают А На их Месте Образуется Так Назваемое Теле Ангиоэктотическое Гранулема В народе Называют Дикое Мясо Гранулема Быстро Растет Легко Кровоточит И Вызывает Большие Волнения У пациентов А Когда Приходят Медицинские Кабинеты Внешне Это Теле Ангиоэктотическое Гранулема Очень Похоже На Меланому И Поэтому Врач Скорее Всего Не будет Рисковать И Удалять Немедленно Скорее Всего Отошлем Вонкодиспансер Где Надо Будет Иссекать Это Образование И Исследовать У врача Гистолога Поэтому Красное Образование Гемангиомы Следует Удалять Тоже До того Как Их Травмируете Сейчас Появилось Очень Много Аптечных Препаратов С помощью Которых Люди Стремятся Дома Самостоятельно Избавиться От родинги Нужно Ли это Делать Всегда Ли это Оправдано Не опасно Ли это Последние годы В аптечных Киосках Появилось Очень Много Препаратов Для Самостоятельного Удаления Новообразования Кожи И Пациенты Достаточно Активно Бросились Покупать И удалять У себя Небольшие Образования Но Самостоятельно Удалять Это Безумие Почему? Потому что Этими препаратами Химическими Препаратами Невозможно Дозировать Глубину Проникновения И ширину Проникновения И когда Пациент Самостоятельно Занимается Удалением Он Либо Не удалит Не доудалит Это образование Чем Спровоцирует На рост И озлокочисление Либо Глубоко Подействует И вызовет Глубокий Некроз И широкий Некроз После которого Останется Рубец Который В плане Косметический Нехорош И в плане Онкологическом Тоже опасен Килоидные Рубцы Злокочисляются Поэтому Самостоятельно Удалять Это преступление Вот живет Человек С родинкой И что-то Вот пошло Не так Что должно Какие симптомы Должны Насторожить Человек Чтобы ему Сразу И немедленно Обратиться К врачу Онкологу К хирургу Родинка Если родинка Вот Была Одного Цвета И вдруг Она стала Темней Или стала Светлей Это признак Того Что что-то Происходит С клетками Этой родинки Либо Родинка Была покрыта Волосами И вдруг Волосы Выпали Это тоже Говорит о том Что в клетке Происходят Ненормальные Процессы Либо Ее Поверхность Стала Лаковой И блестящей Это тоже Признак Злокочисления Форма Стала Асиметричной Неокруглой Это тоже Признак Появилось Зуд Мокнутие Это признак Злопочисления А скажите Пожалуйста Злокачественная Родинка Это всегда Приговор Злокачественная Родинка Это Не всегда Приговор Слава Богу Последнее время Люди Грамотные И внимательные И запущенных Форм рака Значительно Меньше Стало До 2000 года Часто приходили К нам Пациенты С запущенной Формы Меланомы Просто Мы в ужас Приходили Что До такой степени Довести себя В настоящее время Невозможно Сейчас Люди При малейших Изменениях И часто Это просто Смешные изменения Там Появился Зуб незначительный Приходит Показывает Родинке Это правильно А И мы здесь Определим Что с ней сделать Как ее полечить А вот так Чтобы пациент Сам определил Что Еще рано идти Или вот уже Пора идти Это невозможно И это неправильно Пациенты Не должны Определять Когда пора А когда не пора Все пациенты Врачей-хирургов Масловых Пришли на прием Вовремя И на сегодняшний день Ничто Их здоровью А самое главное Жизни Не угрожает Практически У всех людей Есть образование Ну Первое Не открывать Интернет И не смотреть И не сравнивать Что там пишут В интернете И что имеется У человека Второе Не слушать Соседей Которые Вот часто говорят Что родинки Трогать нельзя Удалять их нельзя Иначе будет хуже Потому что Это неверное Трактование Родинки Трогать нельзя Это относится К пациенту Нельзя их Перевязывать Нельзя удалять Теми аптечными Препаратами О которых мы уже Говорили Самостоятельно Нельзя травмировать Но в жизни Так невозможно Либо солнце Либо мочалка Либо полотенце Либо кошка Прыгнула То есть Травма происходит И родинку От травмы Не уберечь Какими бы вы Осторожными Не были Поэтому Если есть Родинка Возвышающаяся Над поверхностью Кожи Ее надо удалить Не бояться Приходить И Не бояться Что вам Доктор Сделает что-то Не так Пациенты Ну почти все Они осторожно Приходят И волнуются И всегда спрашивают А можно ли Ее удалять Вопрос такой Тоже вызывает У нас Улыбку Потому что Родинку Не только можно Ее нужно удалить Необходимо удалить Другое дело Но это уже мы решаем Как ее удалить Заморозим Немедленно Или же отправим В онкодиспансер Вырезать В онкодиспансере Удалят Сделают Гистологию Если ошиблись Очень хорошо У человека Нет проблем Не ошиблись Здесь уже Зависит от того Какая стадия Этой опухоли Есть ли метастазы Во внутренние органы От иммунитета Человек Смертность От меланомы Самая высокая Но Это не значит Что все Сто процентов Умирают Выживаемость Тоже высокая Но Зависит от стадии Поэтому Раньше Надо приходить И не Не следует За родинками Наблюдать Это неправильно Наблюдать Это Примерно Значит Следующее Что вот Сегодня посмотрели Да Она доброкачественная Не вызывает сомнения Через полгода Посмотрели Хорошая Доброкачественная Изменений нет А вот через год Пришли О Изменилась Ну и что Это не ранняя стадия Это уже поздно Это меланома Вовремя Это тогда Когда нет Признаков Озлопочистления Доброкачественная 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 Доброкачественная